Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады вас всех приветствовать в Еврейском музее Центре Толерантности. Сегодня в рамках выставки «Эффект времени. Влияние русского авангарда на современную моду» у нас состоится показ и обсуждение фильма «Аэлита». И сегодня у нас в гостях кандидат философских наук, доцент Высшей школы европейских культур РГБУ Татьяна Дашкова. Очень приятно. Итак, я приветствую вас. Я уже не первый раз в этом прекрасном месте. Читаю лекции. Я про телесность советской культуры читала, цикл лекций. Потом я делала комментарии еще к одному фильму про Тазанова. Что-то меня все время зовут именно к фильмам про Тазанова делать комментарии. Ну, интересно это. Вот. Итак, значит, сегодня у нас фильм «Аэлита». Так. Значит, про фильм я буду расскажу следующим образом. Ну, я расскажу о тех, кто этот фильм делал, конечно же, и расскажу о том, почему этот фильм получился очень необычным, очень странным. Если кто его видел, вы, ну, я думаю, разделите мое мнение, что фильм какой-то очень необычный, очень противоречивый, как бы распадающийся на два разных фильма вроде как. И это очень симптоматично, это очень необычно, и это требует разговора, на мой взгляд. И то, что я читала об этом фильме, то, что я знаю об этом фильме, в той или иной мере это противоречие каким-то образом будут объяснять все эти мои комментарии. Объяснят ли они его до конца, я не знаю. Я в этом не уверена, у меня нет стопроцентного объяснения, почему такой противоречивый фильм получился. Но, безусловно, фильм знаковый, значимый не только для советской культуры, но и для мировой. Мы говорим о полнометражном фильме. Это первый фантастический полнометражный фильм, оказавший огромное влияние и на фантастические фильмы, и на моду, и на дизайн костюмов, на дизайн интерьеров, и очень-очень на многие вещи. Итак, ну сначала о режиссёре. Фильм предложили делать режиссёру Якову Протазанову. Режиссёру, очень знаменитому, успевшему поработать и в России, и за рубежом, что очень важно. То есть он имел опыт огромный и очень успешный опыт работы за рубежом в Париже и Берлине. То есть его из Берлина позвали делать Аэлиту. Он приехал, ну вот его фильмы тут далеко не все, конечно, это такая небольшая часть, но самых знаменитых фильмов, которые принесли ему действительно заслуженную славу. Ну вот «Пиковая дама», «Отец Сергий», «Аэлита». После «Аэлиты» он делал уже все фильмы у нас в России. «Закройщик из старшка», «Процесса трёх миллионов» и так далее. Вы наверняка видели праздник Святого Йоргина, «Беспреданницу», экранизацию Островского с Ниной Алисовой. Вот вы её видите вверху. Я вот комментировала здесь как раз в Еврейском музее фильм о странностях любви. Очень странный фильм. Отчасти его напоминает «Сердца четырёх» фильм, но он ещё более запутанный и необычный. Вот «Салават Юлаев» и очень хороший фильм «Насредин в Бухаре», кадр из которого вы тоже видите, с Львом Свердленым в главной роли, чудным совершенно. Итак, этого очень знаменитого режиссёра, знаменитого уже в Европе, позвали делать экранизацию романа Алексея Толстого «Аэлита». Романа тоже очень знаменитого и полюбившегося. То есть выгодно это было всем и Протазанову делать этот замечательный роман, и киностудии ставить это произведение, которое пользовалось огромной популярностью. То есть популярность романа работала на популярность Протазанова и обратная ситуация. Итак, значит, если вы читали роман, конечно же, вы помните, что роман и фильм очень сильно различаются. Роман — чудная романтическая история несчастного инженера Лося, у которого умерла жена, который не может найти себе покоя на Земле, летит на Марс, там тоже не находит покоя. И вот в этой тоске, видя эту загнивающую, разрушающуюся, стареющую цивилизацию Марса, влюбляется в прекрасную принцессу Аэлиту. Там случается революция. Конечно, наши люди, он и его соратник, не могут быть в стороне от этих событий. Революция происходит, неудачная революция. И приходится, ну там раненые, измученные, чудом спасаются двое, значит, землян. Аэлита выпивает яд. И так до конца там неизвестно, умерла ли она. Потому что сначала Лось думает, что умерла, но какие-то странные сигналы продолжают лететь с Марса. Аэлита зовет сына неба и говорит ему о том, что она его любит. Чудная, красивая, очень хорошо написанная, как и все у Алексея Толстого, вещь. Вот. Ну, мы сейчас не трогаем вот этот идеологический пласт, который требует отдельного специального изучения, как и вся фантастика, ну, примерно до туманности Андромеды. Это вот для серьезного такого политического анализа. Материал изумительно интересный, кстати. Вот. Фильм совсем другой. Фильм как бы распадается на две части. Есть земная мелодраматическая часть, где инженер Лось, я про фильм сейчас говорю, который очень сильно отличается от романа, где инженер Лось, страшно влюбленный в свою молодую жену, а не молодожены, происходит Адюльтер, инженер Лось убивает свою жену и улетает в космос, а он параллельно делает космический корабль и улетает на Марс, фактически спасаясь от преследования. На Марсе он влюбляется в элиту, которая ему кажется каким-то воплощением его жены, то есть он периодически их путает, одно изображение наслаивается на другое. После, опять же, происходит революция, элита предает революционеров и фактически и погибает, ее сталкивают там, она разбивается. И инженер Лось возвращается на землю. На земле оказывается, что все это было сном. Это, кстати, главная претензия к фильму, что всей революции, получается, зазря ничего не было, все это Лось уприснилось. Вот, то есть фильм сильно отличается. Итак, про фильм и то, почему он был очень важен для молодого советского кинопроизводства и вообще для молодой Советской Республики. Значит, делался фильм на негосударственной кинокомпании «Межрабпом Русь». Международная рабочая помощь, расшифровывается. Это негосударственная компания с негосударственными капиталами и ориентированная на международное сотрудничество. В частности, они контактировали с Берлином и именно из Берлина позвали Протазанова делать фильм. Фильм позиционировался как такой русский каллигари. Что имелось в виду? Имелось в виду, что страшные в 20-е годы, в период НЭПа, это НЭП, поэтому была, возможно, это негосударственная компания, понятное дело, 24-й год. Кстати, невероятно быстро вышел роман, 23-й год напечатан отдельным изданием, 22-й в Красной Нове напечатан, потом отдельным изданием 23-й, 24-й уже вышел фильм. Фантастика вообще-то, какая оперативность. Итак, почему русский каллигари? Значит, было в Европе и в России страшное засилье голливудского кинематографа, впрочем, как и сейчас. То есть две трети проката был Голливуд, голливудское кино. И европейский кинематограф пытался противостоять засилью Голливуда. И каллигари, фильм «Кабинет доктора Каллигари», как раз был тем невероятно успешным европейским фильмом, совершенно отличным от эстетики Голливуда. Если Голливуд в основном представлен был мелодрамами и приключенческими фильмами, то как раз «Каллигари» — это эстетская, экспрессионистская такая история. Это фильм ужасов, как бы мы сейчас сказали. Мистический, странный. Тоже там вот эта история со сновидением. Вернее, там даже не сновидение, там еще более сложная конструкция. В конце, это, как сказал бы мой ребенок, спойлерю я, оказывается, что все это произошло в безумной голове человека. Вот все, что мы видели, вот эти безумные фантазии с искривленными домами, со странными людьми, с призраками — все это в голове сумасшедшего. И вот этот замечательный фильм, который и сейчас очень интересно смотрится, а в эстетическом плане, в изобразительном плане он просто блестящ. Вот этот фильм был воспринят и провозглашен таким новым европейским кинематографом, который способен противостоять Голливуду. И у нас тоже в России советской хотели вот это противостояние поддержать. И вот элита была призвана стать вот этим противостоянием Голливуду. Но противостояние очень своеобразное. Несмотря на то, что противостояли Голливуду и Голливудской развлекательности, вот этот момент, связанный с развлекательностью, со счетов никто не сбрасывал. Это было очень важно, что делали. Фантастическое кино, а был большой интерес как раз к проблематике фантастической в этот момент в России. Развлекательное, идеологически выдержанное, в то же время вот такое вот насыщенное, культурно насыщенное, то есть необычное и вписанное в советскую культуру произведение. Этому фильму была дана активная поддержка Луначарского. Фильм сразу делался как для внутреннего, так и для внешнего рынка. И в общем он пользовался популярностью на Западе, в Европе. Ну и скажу еще, вот этот интерес к космической проблематике, это было одно из главных моментов, почему Протазанов взялся делать этот фильм. Он очень хотел сделать такое новое, технически интересное, необычное кино, потому что до этого, в принципе, он делал либо экранизации классики, либо он был прекрасным бытописателем. Он замечательно делал мелодрамы. И в общем для него это был совершенно новый интересный опыт. Была беспрецедентная рекламная кампания у фильма. Примерно за полгода до начала выпуска фильма начались странные рекламные сообщения в газетах. В Красной Нове, ну в основном вот потом в «Правде» они стали появляться странные, какие-то, это позиционировалось как какие-то непонятные сигналы, принятые радиостанциям, сигналы Анта, Адели, Ута. И в газетах это печаталось. Я вам более поздние газеты уже перед самым выходом фильма дала вырезки. Это из газеты «Правда». Видите, анонс «Аэлита» Анта Аделиута. Тут уже «Аэлита» звучит название. То есть уже понятно, что это рекламят фильм. А в начале это вообще было как непонятные сообщения, пришедшие непонятно откуда. Это вообще очень напоминает историю, ну десятилетия спустя, чуть больше, с Орсеном Уэллсом, который таким образом сделал постановку «Войны миров» Герберта Уэллса, Орсен Уэллс. Когда он сделал такую радиопостановку, что люди подумали, что действительно марсиане захватили Землю. То есть это так было, передавалось, как будто действительно идет захват Земли. И паника была страшнейшая. Вот это вот очень похожая ситуация, только больше, чем десятилетиям раньше. Вот, то есть креатив, он живет в народе. Вот. Вот эти сообщения. Вот здесь уже ближе к показу уже непосредственно реклама о элите. На первый сеанс сцены места обыкновенные. И что какие-то льготы не действуют там написано. Очень-очень интересно. Итак, фильм о элите. 24-й год. Режиссер, как я уже сказала, про Тазанов. Сценарий Федора Отцепа. Очень сильно, как вы поняли, отличающийся от романа. Оператор Юрий Жилебужский, Эмиль Шунеман. Шунеман немец. Позвали немецкого оператора. Юрий Жилебужский. Это приемный сын Горького. То есть он сын Андреевой и приемный сын Горького. Оператор, снявший несколько интересных фильмов, в том числе и фильмов про Тазанова. Композитор Валентин Кручинин специально написал музыку к элите. Но это сейчас очень модно, уже несколько десятилетий. Очень модно композиторам писать новые саундтреки к старым, знаменитым фильмам типа «Элиты», «Броненосца Потемкина», «Метрополиса» и другим замечательным фильмам, там, не знаю, «Человек с киноаппаратом». Это очень многие знаменитые композиторы любят писать новые саундтреки, поэтому вы можете натолкнуться в сети на разные варианты саундтреков. Ну, классический, написанный для фильма, это Валентин Кручинин. Сценография необычная. Сценография два человека делали, это не везде указано. Это, в общем, я специально этим искала. В общем, сценографию Марса делал Виктор Симонов, а Виктор Козловский делал сценографию Москвы, потому что это два разных мира. Если Марс — это такие конструктивистские, современных материалов, странные такие, уходящие такие ввысь конструкции, я буду сейчас о них еще говорить, такие лестницы, заворачивающиеся, как вавилонские башни. То есть это очень необычная, очень театральная декорация, тогда как Москва сделана реалистично до дрожи, а местами просто документально снята. То есть есть много эпизодов Москвы, кстати, в романе «Петербург» у Алексея Толстого, если вы помните, здесь Москва, снятых документально, ну, начиная, есть интересный ракурс, знаменитый поцелуй на фоне с храма Христа Спасителя, вид на Москву, вот это, где знаменитый поцелуй лося и его жены, еще Красная площадь без мавзолея, вот этот ракурс, из-под памятника Минину и Пожарскому, документально снятые вокзалы, город, несколько сцен, Красная площадь, документально снятые кадры, то есть в художественный фильм вмонтированы вот эти документально снятые кадры Москвы. И вообще интерьеры, дома, квартиры московские, это сняты очень приближенно к тому, что, судя по всему, было в реальности. То есть об этом фильме можно говорить как о фильме, где очень подробно, интересно, необычно представлена московская повседневность. Я этим вопросом занималась, поскольку я вообще сейчас в основном занимаюсь кино, и могу вам сказать, что повседневность в кинематографе советском представлена не так уж сильно. В 30-е годы вообще вы никакой повседневности не увидите, это все постановочное, комнаты, квартиры, улицы, все это очищено от всего лишнего. Вот такая непрекрашенная, некрасивая повседневная жизнь встречается крайне редко в кино, даже 20-х годов нечасто, но только в документальном кино, типа «Человека с киноаппаратом» и в других документальных фильмах встретить, в художественном редко. Так вот, как раз «Аэлита» и еще, может быть, «Третья мещанская» «Абрама Рома» — это два фильма, где действительно очень подробно и очень непрекрашенно показана повседневная жизнь города и повседневная жизнь горожан. Ну и, конечно же, костюмы. Александры Экстер прежде всего, но тут нужно сказать, что вместе с Экстер работал Исаак Рабинович, тоже очень интересный театральный художник. Я встречала упоминания про любовь к Попову, но не могу их подтвердить документально. И встречала, и нашли уже упоминания о Надежде Ламановой, которая, судя по всему, в мастерской которой шились костюмы. То есть она не эскизы создавала, а именно сами костюмы. В принципе, известно прежде всего Александра Экстер как художник по костюмам этого фильма. Теперь я буду еще вернусь к этому. Теперь о ролях. Значит, здесь сыграло много известных людей. А элиту, то есть марсианскую принцессу, сыграла Юлия Солнцева. Очень красивая актриса, вот вы ее видите вверху. Она была женой Александра Довженко. И женой, соратницей, помощницей, вторым режиссером и завершала его незаконченные замыслы. То есть она не просто красавица-актриса, но и режиссер впоследствии, жена Александра Довженко. Николай Баталов сыграл красноармейца Гусева. Чудно сыграл. Николая Баталова, знаете, как, соответственно, чудного актера, который сыграл в первом звуковом советском фильме «Путевка в жизнь», который является дядей Баталова, того, который Москва слезам не верит. И вообще знаменитым, обаятельнейшим, чудесным актером советского кино, который с 20-х годов снимается. В этом фильме дебют Игоря Ильинского, сыгравшего комический, даже, я бы сказал, гротесковый образ сыщика, который все вынюхивает, такого сыщика-любителя, который совершенно привнесенный образ, который как бы параллельно фильму существует просто за счет необыкновенного эксцентрического таланта Ильинского. Из очень знаменитых людей это, конечно же, Юрий Завадский, сыгравший марсианина гора влюбленного в элиту. Это тот Юрий Завадский, который впоследствии будет режиссером театра Моссовета, про которого очень много нелестного писала Фейна Раневская. Ну, знаменитейший режиссер, интересный человек, а в этот период еще и необыкновенный красавец. Ну, и очень интересный актер, это Николай Церетели, сыгравший две роли, такой двоящуюся роль инженера Лося из Спиридонова. Там ситуация, когда он скрывается, он надевает маску своего уехавшего в Европу, на запад, бежавшего из России товарища Спиридонова. В какой-то момент он эту маску срывает. Вообще, это двойничество тоже очень интересный момент, потому что почти не только двоится персонаж Николая Церетели, это инженер Лося из Спиридонов. Спиридонов фактически две пары, земная и небесная, то есть есть пара Лося и его жена, есть пара Гусев и его жена, и потом эти пары получают зеркальное отражение на Марсе. То есть Церетели, инженер Лося, влюбляется в элиту, Гусь влюбляется в ее служанку и хошку, и вот это все, такая вот зеркальность присутствует в этом фильме. То есть очень интересно это, конечно. Вот. То есть очень сильный и необычный, требующий отдельного, конечно, разговора актерский состав. И вот, да. Значит, я точно не знаю, скорее всего, нет. Потому что, ну, фамилия известная вообще, в принципе. По-моему, не имеет. У него вообще какая-то другая фамилия. Это, насколько я знаю, это псевдоним. Он тер какой-то. У него какая-то более сложная, восточное имя. Я забыла, к сожалению, не помню. Но это псевдоним у него, Церетели. Поэтому, я думаю, скорее всего, никакого. Куинджи тоже не могу сказать. Я специально не занималась вот с фамилиями и с родственными связями. Кого знала, я вам сказала. Эти я не занималась. Насчет Куинджи не знаю. Валентины Куинджи. Значит, проблемы, которые я бы хотела... Две... Поскольку у нас времени мало, я еще минут, ну, 10 у вас займу. Потому что, ну, показ фильма, который тоже требует времени, конечно. 10-15 может быть. Поэтому я две такие, как мне показалось, интересные проблемы затрону. Первая проблема, о которой я уже начала говорить, это два мира в элите. То есть, фильм распадается как бы на показ двух миров. Это вот мир Марса и мир Земли, представленный Москвой, Непмановской Москвой. Сняты эти два мира в абсолютно разной манере. Театральная, с подчеркнутыми жестами, обозначенными жестами, с изумительной красоты, конструктивистскими декорациями и костюмами. Снятый Марс и повседневная, часто документально снятая Москва. Выглядит это в фильме достаточно шокирующим. И этим все занимаются, все исследователи говорят о Двоемире, о Минипее, о разных-разных вещах. Мне кажется, что это вообще характерная особенность 20-х годов. Это сосуществование двух совершенно разных миров. Вот этого эстетского мира прошлого, вот этого декадентского, представленного еще и дореволюционными интеллигентами. Вот этим арт-нуво, вот этим искусством, культурой еще с дореволюционных времен, представленной городской интеллигенцией в период НЭПа. И вот этой новой культурой, пришедшей в революционной, которая помноженная на бедности, страшные годы войны. И все это сосуществует в 20-е годы. Я специально занималась, не в связи с фильмом, а вообще по жизни, занималась журналами этого времени. И смотрите, какую картину мы можем наблюдать в журналах 20-х годов. Ну, здесь 28-й, 29-й, но примерно та же картина, еще более радикальная в середине 20-х годов. Сосуществуют, например, эстетские прекрасные журналы мод и женские журналы. Вот женский журнал, искусство одеваться, моды сезона, модели сезона. Особенно вот искусство одеваться, ну, такой вот русский вок. Вот вы видите, это мода, вытянутые силуэты, прекрасные платья, люрексы, спущенная талия, прически, украшения, высокие каблуки. Вот, смотрите, какие прекрасные модели. Где-то даже на элиту похожие, мне кажется. Вот какие-то с мотивами египетскими, восточными, модными тогда. Это присутствует на страницах журнала и тут же, параллельно, в том же 27-28 году, вот такие журналы. Я очень часто показываю этот контраст, потому что это одни и те же годы. Это вот и те 28-30, и эти, смотрите, работница и крестьянка, делегатка. И вот такие образы и такие женщины присутствуют на страницах журнала. И это не случайность, это почти в каждом журнале. И главное, это обложки журналов. Или вот, смотрите, как выглядят эти люди, как они плохо одеты, в каких они позах. То есть совершенно не интересует фотографа, как эти люди выглядят. Женщина это или мужчина, в какой она позе стоит, во что она одета, причесана она или нет. То есть вот это сосуществование двух миров, оно вообще, судя по всему, характерно для культуры этого периода, для 20-х годов. Потом к середине 30-х, к началу середины 30-х, это начнет какое-то выравнивание, произойдет, и уже вот этого выразительного контраста не будет. Будет найден вот этот визуальный образ советского человека, советской женщины, красивой, в принципе скромно, но прилично одетой, хорошо причесанной, с гордо поднятой головой, с легкой полуулыбкой. И еще моя коллега этим занималась, и еще и светоносной. То есть так поставлен свет, чтобы казалось, что лучится от счастья человек. Вот. Теперь уже непосредственно о сценографии костюмов Каэлити. Значит, российский авангард вперед 20-х годов, ну, начиная с 10-х годов, очень активно взаимодействовал с театром. И самые, и очень интересные, авангардные решения в плане сценографии костюма появлялись именно на театре. И два художника, делавшего костюмы и пространство в этом фильме, Исаак Рабинович и Александр Экстер, были художниками, работавшими для театра. Рабинович, в частности, поставил знаменитый спектакль «Сестра» в Амхате. Александр Экстер поставила Фомира Кифарет, Соломею, Ромео и Джульетта в Театре Таирова, в Московском камерном театре. То есть она была художником по костюмам. Когда делался фильм «Аэлита», очень думали о специфике кино и кинопроизводства. И очень думали о том, какие киноэффекты вызовет эта декорация или этот костюм. Я говорю прежде всего сейчас о сценографии Марса, которую делала Экстер и Рабинович делали. Очень продумывали киноэффекты. Причем я даже читала исследования о том, что пишут, что в качестве эскизов эти костюмы были не то, чтобы очень эффектными. Но когда это воплощалось в тканях и в материале и снималось на пленку, эффект возрастал во много раз. То есть очень учитывалась киноспецифика освещения и особенности материала, из которых делался костюм. Из чего они делались? Материалы были очень необычные. Материалы и текстуры. Это были алюминий, стекло, плексиглаз, металлическая фольга. Причем эти материалы использовались как в декорациях, так и в костюмах. Мы очень много плексиглаза увидим в костюмах. То есть это не только картон, который делает движение этих марсианских правителей такими странными, квадратными, геометричными, но и другие материалы вплоть до вот этой металла, алюминия, вот эти каркасы костюмов, вот эти хошки, вот это, как она двигается. Кстати, очень интересно о костюмах и о жестовом поведении, на который влияют костюмы. Есть исследование Оксаны Булгаковой о том, как костюм влияет на жестовое поведение персонажа элиты. О том, как у них совершенно механистическая пластика возникает за счет того, что они там не сгибаются у них руки, они не могут руки на пояс поставить, еще какие-то моменты, связанные со спецификой костюмов. Значит, вот эти новые материалы определяли вот эту новую телесную пластику. Но самое в этом деле интересное, то, что потом взял на кинематограф, поднял на щит и что стало очень значимым для дальнейшей истории кино и кинопространства, это создание полностью искусственного и самодостаточного мира в кадре, на сцене, ну, на сцене вначале и в кадре. То есть, когда делался мир Марса, это делался полностью искусственный, замкнутый мир, а не отдельные персонажи, которые вписывали в какую-то естественную среду. Нет, это делался полностью мир от вот этой декорации, которая задавала новое кинопространство, до всех персонажей, которые тоже в стилистике этого, вписывались в это пространство. Это стилистика очень необычная. Это не только конструктивизм, хотя конструктивизм там доминирует, прежде всего, в декорациях и в элементах костюмов, там и Лисицкий, другие, безусловно, вот эта традиция присутствует, но это и арт-нуво, это и такой модернизм, потому что костюмы элиты, это не только конструктивизм, вы обратите на это внимание, у нее есть мягкие, странные платья, такие вот как будто бы растительные, как будто ее странные какие-то растения окутывают. То есть, там ни одна традиция присутствует, авангардистская, модернистская. И очень важно вот этот невербальный, акцент на невербальных средствах воздействия, кроме вот этого создания искусственного самодостаточного мира, акцент на невербальных средствах воздействия. То есть на нас, ну это еще и не мое кино, конечно, но на нас работает все от жестов, пост, движения, грима до общего пространства. Конечно же, это и второе, что я хотела рассказать, о том, какое влияние оказала элита на последующую историю фантастического кинематографа. Конечно же, элиту с большущим интересом восприняли, прежде всего, вот созданное в элите вот это искусственное пространство. Самая распространенная параллель, это, конечно, с Метрополисом Фринца Ланга. 26-й год, через два года вышел один из самых знаменитых, ну до космической Одиссеи Кубрика, один из самых знаменитых фантастических фильмов всех времен и народов. Это Метрополис. Ну, вы тут уже видите, кто еще пасся, когда делал свои фантастические фильмы. Вот эта знаменитая сцена города, Метрополиса с многоярусными движением транспорта, конечно же, процитирована в пятом элементе. Люка Бессона. Кстати, в пятом элементе процитирован этот знаменитый саркофаг, где Лилу делают, помните, из фрагмента тела делают целую красавицу Лилу. И вот этот вот такой стеклянный саркофаг тоже впервые появляется в Метрополисе. И вот это искусственное пространство, пространство как техницистское такое, так и как бы природное, как будто бы такие сталагмиты какие-то странные, спустившиеся. Это город сыновей, где в довольстве и в радости резвятся богатые люди в верхнем мире. Вот это он внизу тут. Вот. Это знаменитейший робот, который тоже во всех клипах всех групп процитирован, который тоже делался очень интересно, этот знаменитый робот из Метрополиса, делался из какого-то застывающего быстро пластика, когда актрису сначала заливали этим пластиком и получался человекоподобный робот. Вот. Это пластик. И вот эти странные костюмы, это когда роботу придают вид прекрасной женщины, которая должна соблазнить и уничтожить этот мир. И вот тоже ее наряд где-то ассоциируется с элитой и с костюмами такими арт-нуво. Другой фильм. Кстати, вот в фильмах, где полностью пространство искусственное, смоделированное, не скажу, что, ну, сейчас уже их много, вначале их было не так много, но костюмы, фильмов фантастических, где костюм был бы очень значим и где как бы за счет костюмов создавалось фантастическое, не так много на самом деле. Очень часто именно в фантастических фильмах костюмы максимально нейтральные и функциональные. То есть это какие-то водолазки, это что-то типа костюмов водолазов именно, то есть шлемы и обтягивающиеся какие-то наряды такие достаточно невыразительные. То есть очень часто это есть во многих фантастических фильмов. Фильмов, где костюмы на другой планете были бы странные, необыкновенные, фантазийные, не так уж и много. Вот один из фильмов, где это происходит, и вот эта безусловная традиция, идущая от элиты, это фильм Барбарелла Роже Вадима 68-го года, где Джейн Фонда сыграла с очень странными, очень необычными костюмами, отсылающими к творчеству Пака Рабана. Это не он делал костюмы, но к его каким-то замыслам, к его задумкам они отсылают многие костюмы, металлические, деревянные, плексиглазовые тоже. И вот это странное придуманное пространство, то есть этот фильм про эротические приключения красотки Джейн Фонда на планетах, то есть она все время с широко открытыми глазами попадает во всякие дурацкие эротические ситуации. Но красота пространства и костюмов совершенно ошеломляющая. Поэтому фильм смотреть все равно очень интересно. И этот образ стал очень знаменитым, очень многие модельеры его воспроизводят. Она такая прекрасная кукла Барби, которая попадает в странные ситуации. Но костюмы ошеломительные местами. И, конечно же, изумительный, знаменитый, прекрасный во всех отношениях фильм Люка Бессона, постмодернистский фильм Люка Бессона, который можно просто посмотреть как замечательный фантастический приключенческий фильм, такой космический боевик. А можно посмотреть как пародию на приключенческий космический боевик, в котором очень многие вещи спародированы и в котором одна из основных ценностей, ну, помимо иронии, изящества и отсылок многочисленных другим фильмам от Метрополиса, до Космической Одиссеи и других других вещей. Изумительные совершенно костюмы, сделанные Жанна Полем Готье, как вы знаете. Костюмы действительно выдающиеся, на мой взгляд, очень сильно отсылающие к Аэлите Протазанова и костюмам Экстер. Ну, я даже своему 13-летнему ребенку показывала, он сразу увидев Аэлиту сказал, ой, это же как в пятом элементе костюмы. То есть, это действительно как в пятом элементе. То есть, вот эти отстающие от тела костюмы, особенно вот эти костюмы зорга, где вот эти пластмассовые плексиглазовые части на голове, на одежде, твердые ткани, эти отстающие от тела костюмы, замечательные проводни, этих стюардесс, вот эти твердые формы, эти части пластмассовые, тканные, металлические и прочее, эти шляпы из металлических странных конструкций, все это безусловно отсылка, думаю, совершенно сознательная, просто по причине того, что Люк Бессон очень рефлексивный режиссер, отсылка к Айлите, к Метрополису и ко всей мировой традиции замечательного фантастического кино. На этом я, наверное, закончу, потому что мне сказали не очень долго. Я и так перебрала по времени. Я заканчиваю ваши вопросы. Если у кого-то есть вопросы, поднимите, пожалуйста, руку, я подойду с микрофона. Если нет, тогда я благодарю вас за внимание, и мы будем смотреть замечательный, необыкновенный фильм о Элите, уже подготовленный и воспринимающий его совсем по-другому. Все, я тогда с вами прощаюсь. Спасибо.